Да, все, последний раз больше не буду переснимать. Ребят, всем привет, спасибо, что заглянули на мой канал. Не представляете, какой раз я уже включаю телефон, перезаписываю видео, потому что мне не нравится, что я говорю. У меня заплетается язык после работы, да, после работы тяжеловато собрать мысли в кучу. Да, и ладно, думаю, сниму как сниму, расскажу как есть. Ну что, блин, я не готовилась, вот выложила сюда здесь свои пустые баночки и буду сейчас про них рассказывать. Свет, правда, да, какой-то немного темноватый как будто. Хотя я и лампу уже поставила, не знаю, но это весь наш свет, который есть в прихожей. Я здесь так обосновалась. Кстати, я еще надела свой новый микрофон, надеюсь, мне будет хорошо слышно. Я так буду периодически поглядывать, где зеленая кнопочка, ой, ну да, такой индикатор зеленый светится, чтобы он не погас, а то микрофон сядет и все будет впустую. Давайте поделюсь пустыми баночками. У меня здесь закончилось много средств. На ютубе, конечно, не очень любят такие видео, их мало просматривают. Вообще бьюти, бьюти-видео как-то уже канули в лету, и поэтому, да, мало их смотрят, но все равно мы, девочки, пользуемся средствами, наносим макияж. И я люблю смотреть такие видео, где девчонки делятся своими впечатлениями о том или ином средстве, понравилось им или нет, поэтому буду тоже делиться периодически. Я люблю экспериментировать, покупаю каждый раз новые средства, потому что сейчас огромный ассортимент. Конечно, каким-то средством я возвращаюсь, повторяю их, которые прямо очень мне понравились, но все равно интересно послушать. И одно средство у меня здесь не из уходовых средств, а такое бытовое. Это жидкий порошок для верхней одежды, для курток, для пуховиков. Я покупала его в Спортмастере, отзывы, конечно, такие неоднозначные, кому-то нравится, кому-то нет. Мне очень зашел этот жидкий порошок, я уже приобрела второй такой флакон. Нравилось, как отстирывает верхнюю одежду, не оставляет разводов, как это обычно бывает после некоторых порошков. Поэтому, да, я буду его периодически повторять однозначно. Так, что, начнем с волос. У меня закончился шампунь от Ора Эксперт. У меня еще бальзам остался, я так чуть-чуть его надо доиспользовать. Нравится вообще этот бренд, хотя не все средства у них хорошие, но вот шампунь и бальзам классные. Шампунь, он, наверное, по-моему, бессульфатный идет, я даже не читала, потому что он не очень хорошо с первого раза пенится. Запах такой, если сравнивать с бальзамом для волос, там вообще запах шикарный, просто я обожаю бальзам вот этого бренда, вот этой серии. Шампунь неплохой, но он с таким нейтральным ароматом. Мне нравилось, как выглядели волосы после того, как я мыла этим шампунем, поэтому я, это не первый, кстати, мой флакон, у меня был литровый. Это 500 миллилитров, да, здесь. У меня был литровый, он закончился, бальзам остался, и я заказала еще вот такой 500 миллилитров, он тоже закончился, бальзам все равно остался, у меня почему-то шампуни быстро заканчиваются. Хороший шампунь, девчонки, советую. У кого пористые волосы, сухие, непослушные, как у меня, да. Закончились у меня два вот таких брата-акробата. Шампунь и бальзам от Олин. Это бессульфатный и шампунь, и бессульфатный бальзам. Так, шампунь, черный рис, да, бессульфатов и парабенов. Шампунь хороший, очень понравился. Вообще мне нравится, как выглядят волосы после использования бессульфатных шампуней. Я вообще стараюсь использовать только такие, но периодически все равно раз в две недели, в три недели я мою голову обычным шампунем, чтобы хорошо промыть бессульфатный все равно. Ну, они, да, промывают волосы, но, как мне кажется, все равно не на 100% вымывают прям, как обычные шампуни. Хороший шампунь, мне очень понравился, я однозначно к нему вернусь. Здесь очень такой приятный аромат. Бальзам не понравился совсем, потому что он ничего не делает. Бессульфатный бальзам нет. Бессульфатным вот бальзамом я буду говорить нет, потому что, ну, после обычного бальзама волосы все равно гладкие, легко расчесываются, укладываются. После этого бальзама вообще он ничего не делает, как будто просто нанесла, смыла его, как будто бальзам не наносила. Ну, на моих волосах он так себя повел, поэтому бальзам нет, шампунь да. Закончилась у меня вот такая умывалка от Five Elements, если я правильно называю. Я ее покупала в Ривгош. Неплохая умывалка, легкая, несмотря на то, что она не очень хорошо пенится, она хорошо смывает макияж. Ну, конечно, после гидрофильного масла. Я сначала обязательно умываюсь гидрофильным маслом. Она не стягивает лицо, несмотря, повторюсь, на свою легкость, она хорошо смывает макияж. Хорошая пенка, я, наверное, к ней вернусь, хотя сначала она мне не понравилась. Девчонки, присмотрите, с неплохое средство. Да, сейчас меня, наверное, захейтят любители бренда ЦРВ, но мне эта пенка не понравилась от слова совсем. Это даже не пенка, это увлажняющий, очищающий крем-гель для нормальной и сухой кожи. Без одушек, да, он вообще без какого-либо запаха. Ну, поначалу мне показал, как будто какой-то слабый запах хлорки, что ли, ну, как по мне, что-то типа такое. А тогда он вообще без запаха. У меня была пенка от ЦРВ вот в таком тюбике мягком. Она мне нравилась. Но я подумала, возьму тогда вот такой гель, он ничем не будет хуже. Большой такой формат, тем более для нормальной и сухой кожи взяла. Я вообще не поняла, он не пенится вообще никак. Знаете, это вот для того утром побаловаться встал. Просто вот если вы хотите умыться какой-то пенкой, да, для утреннего ухода она неплохая. При этом нет, знаете, вот отдавать такие деньги, что просто утром ей умыться, нет. Поэтому на макияж мне вообще не смывала, несмотря на то, что я умываюсь гидрофильным маслом. И после гидрофильного масла она все равно не... Этот гель, гель, он все равно не справлялся с остатками макияжа. Он, конечно, для этого и не предназначен. Но так, чтобы просто утром умыться вот этим гелем за тысячу чем-то рублей, ну, нет. Поэтому нет. И закончился у меня скраб «Чистая линия» с малинкой. Ну, что про него говорить. Хороший скраб, я думаю, уже все про него наслышаны. И многие им пользовались. У меня был еще с абрикосовыми косточками. Он более такой, этот если щадящий, тот такой прям агрессивный. И тот мне больше нравился. Вернусь, скорее всего, по-любому, но куплю с абрикосовыми косточками. По умывалкам еще вот такая умывалка. Это гель от прыщей, пропеллер. Я его как-то тоже, по-моему, показывала в пустых баночках. Это уже не знаю, какой цать тюбик. Умывались сын и муж. Нравятся, хорошие. Они умываются и вроде бы как бы и какие-то воспаления с лица убирают. При каждодневном умывании этим гелем. И закончился вот у меня вот такой гель от Холика Холика, который мне очень понравился. Я к нему однозначно вернусь. Он хорошо пенится, хорошо смывает макияж, не стягивает кожу лица после умывания. Однозначно, да, и однозначно к нему вернусь. Кончился у меня такой мист. Он шел как... Это корейский бренд. Я даже не знаю, что это за корейский бренд. Какой-то алоэ вера. Это мист. Его можно было использовать и как тоник, и как спрей для тела. Я использовала как тоник. Здесь хороший такой дозатор, который прям хорошо распылял. Хорошо увлажняет. Удобно, без спонжиков. Просто распылил, нанес крем и красота. Да, я вообще люблю тоники с такими дозаторами, спреями. Закончился также у меня вот этот аромат. Здесь уже... Ну, здесь почти его нет. Он почему-то не брызгает. От Труссарди. Это второй мой флакон. Первый я покупала сама. Этот мне дарила моя подружка. Люблю, нравится. Возможно, когда-нибудь к нему вернусь. Но сейчас у меня есть много парфюма. Скажем так, хватит мне надолго. Здесь такая деликатная роза. Но я вообще не люблю ни средства, ни парфюмы, где присутствует роза. Но здесь она настолько деликатная, что она просто вот точно не на первом плане. И не чувствуется роза. Приятный аромат. Девчонки, прям советую. Если любите такую свежесть. Ну, классный аромат. Его, конечно, нужно понюхать. Хотя говорят так не говорят. Говорят попробовать. Понюхать, короче, нужно. И тогда поймете, нравится вам или нет. Розовый... Розовая коробочка. Труссарды вообще их несколько видов. Это из серии розовая коробочка. Деликатная роза. Из уходовых у меня закончился вот такой пробник от Кадали. Здесь тоже вот что-то было, но оно уже все, не выдавливало вот этот остаток. Это сыворотка. У меня сейчас от Кадали другая сыворотка. Это мне присылала золотое яблоко в пробнике. Очень понравилось. Хорошо наносится. Не оставляет липкости. Быстро впитывается. Здесь такой приятный аромат. Такой нежный. Нежный, как будто кокос, мне кажется, присутствует. Сыворотка понравилась. Да, хорошая. Возможно, в большом формате мост и когда-нибудь захожу. Она, по-моему, антиэйдж шла, если я не ошибаюсь. Закончился крем под глаза. Мой любимчик от Виши. Слов Эйдж. Не знаю, какой это тюбик по счету. Наверное, четвертый точно, если не пятый. Я периодически возвращаюсь, чередую. Сейчас у меня средства под глаза от Эссенберг. Там надолго хватит. И я после того обязательно вернусь, скорее всего, опять к этому. Мне нравится, как он ведет себя под глазами. Не скатывается, не сушит. Хорошо увлажняет, питает. В общем, быстро впитывается. Классный крем. Люблю, обожаю. Буду возвращаться. Девчонки, если не пробовали, попробуйте. Думаю, вам понравится. Так, что еще? Закончился у меня крем от Ифрше. У меня этого формата были капсулы. Я их как-то показывала. Капсулы мне очень-очень понравились. Крем нет. Вообще не понравился. Он достаточно плотный. Даже такой густоватый. Такой, знаете, как плотные взбитые сливки. Он хорошо распределяется на лице. Но я его постоянно чувствовала. Вот если, допустим, ты наносишь крем, через какое-то время ты лежишь, там где что-то почесалось, я вот так сделаю, я чувствую, что он мне прям скатывается на лице. Не знаю, возможно, я читала, что это бывает, если слишком много нанесла крема. Бывает, что не хватает увлажнения кожи. В общем, там много причин может быть, но другие кремы у меня так не делают. А это дело. Поэтому я думаю, что для меня он был слишком тяжеловатый, хотя его наносила совсем чуть-чуть. Такой приятный аромат здесь. Вот капсулам я вернусь этой серии. Но крем нет, он анти-эйдж. Не знаю, может быть, просто он мне не зашел. И закончился у меня крем от Эйсенберг. Я его, кстати, тоже как-то недавно показывала, что приобрела. Он у меня уже закончился, потому что прям так тщательно утром и вечером использовала этот крем. Очень понравился. Так хорошо ложится на лице. Прям вот прям идеально ложится, как парень на девушку после долгой разлуки, наверное. Вот. Но здесь такие еще были красные микрочастички, которые прям лопались на лице, но они особо не чувствовались. Но если так одна-две попадались, прям чувствовалось какое-то полопывание. Понравился. Действительно, очень хороший крем. Хорошо как будто даже вравнивал тон кожи, как мне кажется, когда я на ночь наносила, утром-то я его под тональный наносила. Достаточно такой плотный. Его нужно совсем чуть-чуть. Хватит надолго. Хорошо распределяется. Никакой липкости, ничего нет. Впитывается. Отличный. Конечно, дорогой бренд. Если вот по скидкам, то да, можно купить, попробовать. Это, по-моему, Anti-Edge серия. Да. Без скидок, конечно, дорого. Нет, без скидок я не куплю. Так, закончилась у меня тушь, но она уже давно у меня закончилась от Max Factor. Что говорить? Все знают про эту тушь. Она даже уже не выкручивается. В общем, тушь как тушь. Мне она не очень понравилась. Она мне почему-то отпечатывалась на глазах. Как микрофон у меня... Да, включен. Отпечатывалась под глазами, вернее. Поэтому нет. Тем более, я сейчас нашла хорошую тушь от Pupa Bump. Это пока самое лучшее из всех, которые у меня были, которые не отпечатываются. Поэтому это нет. И консилер у меня закончился от Stellar. Я его тоже как-то показывала. Вообще, вот в таких стиках, где нужно выкручивать и кисточка внизу, очень быстро заканчиваются консилеры. У меня вот один, я тоже показываю, да, он уже тоже почти закончился. Что быстро. Классный, бюджетный консилер, который не сушит кожу под глазами, не скатывается, что для меня было очень важно. Поэтому, девчонки, присмотритесь. Возможно, я к нему обязательно, может быть, вернусь. Неплохой. Мне понравился. Закончился мой любимый, один из моих любимых BB кремов от Mizon. Ой, по-моему, сейчас их уже не выпускают. Почему-то все хорошие средства куда-то исчезают, пропадают. Не знаю. Ну, по крайней мере, в магазине, где я брала, нету, золотом яблоки в наличии нету, нигде нету. Да, ну, я нашла, в принципе, неплохие аналоги. А так, ну, что говорить, не знаю. Если где-то найдете, то обязательно возьмите, если у вас сухая кожа лица, и вы любите эффект такой glow на лице, мерцание, влажной кожи, то, я думаю, вам понравится. Здесь есть ПФ хороший, вообще, супер-пупер BB крем. Конечно, он немного капризный нанесений, к нему нужно привыкнуть, но, когда он уже так хорошо сядет на лице, то прям эффект супер-пупер фотошопа. Не знаю, мне всегда делали комплименты, когда у меня был этот крем на лице. Спрашивали, что у вас за тональный крем? Так, что еще закончился? У меня крем для рук от Эко, крем-маска для рук глубокого питания и восстановления. Сначала, я когда первый раз нанесла на руки, я подумала, господи, что за ванизм, ужасно, вот мне показалось даже какого-то говном, ну не знаю, блин, такой реально, это здесь авокадо, я люблю авокадо, мне нравится, вот сейчас нюхаю вроде бы ничего, я его, конечно, использовала на ноги мазюкала и на руки мазюкала, все равно мне недостаточно питал он руки, через какое-то время мне опять хотелось нанести крем, к запаху я уже привыкла, нормальный, в общем. оказался запах, но с первого нанесения просто вообще не могла, вот после нескольких нанесений я только привыкла к этому запаху, аромату, но если у вас не сильно сухая кожа рук, то да, хороший крем, ну я точно его не куплю. и закончился, у меня закончилось вот такое молочко, тоже думаю, достаточно такой популярный бренд, многие слышали и знают его, я использовала это молочко для рук, покупала, я еще его покупала с расчетом, чтобы наносить на брови, смягчать волоски, ну конечно, на брови я практически не наносила, потому что мне лень было, я забывала, а вот на руки и на тело девчонки такой классный, он такой легкий, мягкий, даже не знаю, как можно назвать крем мягким, но он реально мягкий, он прям так гладенько распределяется по рукам, такой приятный аромат, хорошо питает, я куплю еще, скорее всего, он конечно тоже такой не дешевенький, но на скидке если попасть, то можно взять. Так, все, вроде бы я все показала, да, я все показала, вот все мои пустые баночки, которые были, вот, у меня там уже на подходе тональный крем мой один, с которым я изначально вообще не подружилась, и когда вот уже осталось вот столечко там, о, я готова петь ему, мне так он нравится, но он уже заканчивается, у меня есть, конечно, другие уже я купила на замену, и так редко покупаю тональный крем подряд одного и того же бренда, даже если он мне понравился, подряд не куплю, буду чередовать, через какое-то время к нему возвращаться. Если какие-то средства у вас были, если вы чем-то пользовались, пишите, если есть вопросы какие-то, спрашивайте, я всегда готова к общению, всегда отвечаю быстро на комментарии, стараюсь отвечать, быстро, конечно, по возможности. Вот, на этом буду с вами прощаться, спасибо, что были со мной, посмотрели это видео до конца, ну что, до новых встреч, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Дима Торзок,